Здравствуйте, уважаемые соотечественники, дорогие друзья. Хотелось бы улыбнуться, да пока вот не получается, хотя хорошая новость и есть. Борьба против антинародной пенсионной реформы, которую мы с вами, вы прежде всего, конечно, ведете, она дает какие-то результаты. Видите, помощник президента Белоусов задумался впервые о том, что на все эти благодеяния социальные, которые нам обещают, должны не просто граждане скидываться, но и крупный бизнес. Задуматься-то он, правда, задумался и даже сказал, надо делиться, помощник президента. Но его сразу поправило наше с вами любимое правительство, заявив, нет, 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 ни в коем случае, с бизнеса брать ничего не будем. Получается так, что с нас можно. Можно повысить акцизы на бензин, можно повысить НДС. Кстати, из-за повышения НДС, как заявил министр экономики, нам с вами повысят ЖКХ в следующем году не один раз, а два раза. Это для тех, кто считал, что НДС какой-то там вообще неважный налог, не влияющий на нашу жизнь. На мой взгляд, в верхах начинают уже вообще всерьез сомневаться, стоит ли ее осуществлять, эту реформу в таком виде. И давайте с вами вот эти вот сомнения усугубим. 9 сентября у нас в стране пройдут региональные выборы в разных субъектах федерации. В регионах будут избирать мэров, законодательные собрания регионов, будут избирать городские советы и так далее и тому подобное. Ну, казалось бы, ну и что, ну избирает в регионах какую-то власть. Причем тут пенсионные реформы. Смотрите, пока Государственная Дума голосами Единой России приняла пенсионную реформу в первом чтении, второе чтение эти товарищи наметили на конец сентября. То есть после 9 сентября. Смысл такой. Сейчас вот эти красавцы, то есть мы с вами, проголосуют опять 9 сентября за Единую Россию. А в 20 числах сентября мы наконец-то эту пенсионную реформу примем и она войдет в действие уже с 1 января 2019 года. Такой их план. Из этого мы должны сделать какой выбор? 9 сентября любые выборы, где бы они ни проходили, в регионе, в городе, в селе, должны быть нами превращены в референдум против этой антинародной пенсионной реформы. Итак, смысл такой. Если Единая Россия до 9 сентября не снимет свой антинародный законопроект с обсуждения, есть такая вероятность, если мы с вами будем действовать активно, тогда эта партия, Единая Россия, как единственная, которая в Госдуме проголосовала за эту реформу, не должна получить на выборах ни одного голоса. Возникает вопрос, а если люди не высказались? Такое тоже бывает. Они ведь боятся. Сейчас несколько регионов, которых попросили высказаться за или против пенсионной реформы, они вообще не высказались. Просто отмолчались. Например, славный город Москва. Ну, такой вот небольшой городок в Российской Федерации. То есть смысл опять такой. Сейчас за нас проголосуют, а 10 сентября или 11 мы выскажемся за пенсионную реформу. Поэтому, когда вы будете решать, за каких кандидатов голосовать или за каких не голосовать, принцип простой. Любой кандидат, который должен получить наш с вами голос, должен публично высказаться и вывесить на своем сайте заявление о том, что он против пенсионной реформы и никогда ее не поддержит. Если человек, ну, тем более за реформу или промолчал, значит он выскажется за нее позднее, после того, как обманет нас 9 числа. Поэтому ни одного голоса таким кандидатам, на мой взгляд, отдавать не надо. Особое внимание, прошу вас, обращайте на так называемых самовыдвиженцев. Как правило, это бизнесмены вот с такими лицами и бегающими глазками, да, которые говорят, мы независимые кандидаты, мы ни в какой партии не состоим. Как только вы их выбираете, выясняется, что эти люди делали бизнес с администрацией и, естественно, они мгновенно оказываются после выборов уже, да, в Единой России или их поддерживают. Поэтому здесь принцип такой, смотрите внимательно на биографию. Если человек занимается бизнесом с администрацией, а администрация связана с Единой Россией, ну, вы понимаете, что вам надо делать. Не голосовать за этих людей. Дальше. Многие люди говорят, да зачем ходить на эти выборы? Все заранее решено, все куплено. Ребята, вы себя даете купить или нет? Рассуждайте так. Если вы не придете, ваши бюллетени могут использовать. Но что там греха таить? Поэтому придите. Обязательно проголосуйте. И еще очень прошу о чем? У нас не хватает на участках наблюдателей. Знаете, есть оригиналы, которые и в урны что-то вбрасывают. Вот по официальным данным. И протокольчики переписывают. Поэтому, если есть нормальный наблюдатель, не связанный с теми, кто это делает, фальсификаций будет меньше. Как стать наблюдателем? Да очень просто. Не надо никаких затрат, ничего. Если вам нравится какой-то кандидат, какая-то партия, просто звоните в местную организацию. Говорите, я Иван Иванович Иванов, хочу быть вашим наблюдателем. Вам дадут удостоверение, и вы пойдете наблюдать. Все. Вы должны потратить свое время, но больше ничего. Ну и наконец, я обращаюсь ко всем, ну скажем так, государственным служащим высокого ранга. Хватит. Понимаете, хватит вот этого. Хватит заставлять людей на своих предприятиях под угрозу увольнения, лишения куска хлеба, голосовать за того или иного кандидата. Прошу всех, кого начальство будет заставлять голосовать за того или другого кандидата. А. Присылать это мне на фейсбук. Я вам обещаю, что я это буду выкладывать без упоминания того, кто это мне прислал. Далее. На всех таких инструктажах, когда вам будут говорить, обязательно придите, сфотографируйте бюллетень, поставьте галочку где надо, включайте диктофон на телефоне. Записывайте это все. Поймите, что фальсификация выборов это тяжкое уголовное преступление по законам Российской Федерации. Мы с вами должны это все сорвать. Отдельное обращение к так называемым учителям, членам избирательных комиссий, которые и сами заставляют своих педагогов, членов этой комиссии фальсифицировать выборы, и сами этим занимаются. Мы все знаем. Мы знаем вот эти вот бюллетени под блузочками, которые потом пачечками вкидывают. Мы знаем о квартирах, где переписываются протоколы. Вы поймите одно, что на этих выборах, особенно в городе Москва, будут показательные разоблачения. И вы можете в эти показательные списки попасть. И потом, заметьте, по нашему законодательству, выполнение преступного приказа ни в коем случае не является оправданием для ваших действий. То есть, если у вас нет совести, а чему вы учите детей, если вы фальсифицируете выборы, тогда я обращаюсь к вашему страху. Подумайте о себе. Не делайте этого. Не совершайте уголовных преступлений против своей собственной страны. Ну или в конце концов, побойтесь Бога. Итак, уважаемые друзья, лед тронулся. Но наша задача сейчас всем прийти 9 сентября на выборы и превратить эти выборы в референдум против антинародной пенсионной реформы. Чтобы к нам с вами, наконец, прислушался президент. Я думаю, что вместе мы победим. Наше дело правое. Спасибо.